Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять лет назад компания друзей отправилась в путешествия. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и Решка». Орел! 530 выпусков. Десятки звездных ведущих. 60 миллионов телезрителей во всем мире. Миллиард просмотров на ютубе. О нас говорила даже Мадонна. Я впервые что-то выиграл. В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. С днем рождения! С днюхой вас, друзья! Поздравляю. День рождения! Ву-ху! С днем рождения, Решка! С десятилетием больше путешествуете! Открытых границ! И отрицательных тестов на коронавирус! С днем рождения! С десятилетия! Люблю до чертиков! Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с Орел и Решка – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень, вот это я люблю. Важно узнать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, ты начинай! Хе-хе-хе-хе! Господи, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня на сцене «Орла и Ришки» выступает фронтвумен группы «Зе Харткиз» Юлия Санина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2011 году, когда родилась «Орел и Решка», Юля написала первый хит группы «Зе Харткиз». За 10 лет группа собрала целую коллекцию премий и отыграла тысячи концертов по всему миру. И, кстати, в этом году «Зе Харткиз» тоже отмечает свой юбилей. Вместе с Юлией Саниной на сцене «Орла и Решки» сегодня выступает певец Алексеев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять лет назад бедный студент Никита Алексеев работал оператором кол-центра и пел в караоке-баре. А сейчас он рвет в клочья сердца миллионам поклонниц. Ну что, мы в Медельине. Я очень этому рад, что не вижу в тебе энтузиазма. Ну знаешь, я посмотрела тут всяких фильмов, почитала сводки всякие, поняла, что это родина наркоторговцев самых известных в мире. И как бы я не очень бы так радовалась. А ты что, рад? На самом деле, я знаю, что Меделин сейчас самый процветающий город в Колумбии. Поэтому нам еще повезло. А орел? Я – Орел, бережка. Я – мужчина, как я сказал, так и будет. Орел, хорошо, ладно. Посмотрим сейчас, как будет. Готов? Боже, хоть бы не было. Страшно, когда боишься. Да. Ладно, ладно, Юля, не завидуй меня. Я знаю, я вчера видел. Микитов, я тебя поздравляю. Спасибо. На самом деле, есть с чем. Пока. Успехов. Мы прилетели в Колумбию, в город Медельин. Это логово самого знаменитого наркобарона в истории человечества. Пабло Эскобара. Наверняка вы слышали это имя. Король кокаина? Миллиардер? Убийца? Террорист? Сегодня мы узнаем, как провести уикенд в империи Эскобара. Медельин – родина Пабло Эскобара. Самого богатого медельинца за всю историю. Чем я хуже? Террорист? Вы, наверное, сейчас думаете, что это за сарай на колесах. А что, если я скажу, что это не просто машина, как у Пабло Эскобара. Это и есть его тачка. Да, это именно та машина, в которой наркобарон перевозил десятки килограммов кокаина и мешки с наличными. Это на этом кожаном кресле сидел сам Пабло Эскобар. И рядом с ним его телохранитель по кличке Эль Лимон. Это в этом багажнике лежали винтовки М-16. Конечно же, Пабло Эскобара не водил машину сам. У него был целый отряд водителей-гонщиков. Потому что ему каждый день приходилось быть в опасности и иногда убегать от погони. Поэтому у меня тоже будет свой водитель. Когда садишься на заднее сидение машины Пабло Эскобара, испытываешь странное чувство. Потому что в этой машине, скорее всего, перевозили не только мешки с кокаином и деньгами, но и, возможно, тела убитых людей. Конечно, кроме этой машины у Пабло Эскобара был целый автопарк. Но сам он предпочитал именно красный лэнд-крузер. Потому что этих машин в то время было больше всего в городе. И он не выделялся в трафике. Но мне, конечно, прикольно. Только первые 10 минут. Потому что тут на самом деле пахнет отвратительно и очень трясет, как в корыте. Развалюха та еще! После смерти Эскобара его машины сдаются туристам на прокат. Моя, например, стоит 400 долларов в сутки. Раньше, когда я смотрел «Орел и решка», мне казалось, что прожить два дня на 100 долларов – это вполне реально. Сейчас, находясь на краю света, в Колумбии уже начинаю чуть-чуть побаиваться. Хотя когда-то, в студенческие годы, я на 100 долларов мог прожить два месяца. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Обычно в аэропорту меня встречают, а тут придется как-то самому. Хочу узнать, сколько будет стоить доехать до Меделина на такси. Я, конечно, сомневаюсь, что мне это будет по карману, но попытка не пытка. Я думаю, что мы поедем на автобусе. Я думаю, что мы поедем на автобусе. Бенвенидо! Бенвенидо в Колумбии! Класс! На протяжении многих лет Медельин был столицей мировой наркоторговли. 80 процентов американского наркотрафика шло через этот маленький город. Каждый день мешки, набитые кокаином, расходились по всему миру, а обратно поступали мешки, набитые долларами. Хозяином всему был Пабло Эскобар. Бандит. Наркобарон. Террорист. Мультимиллиардер. В сериале «Пабло Эскобар. Хозяин зла» воссоздали точную копию денежного хранилища Пабло Эскобара. Смотрите, под стенками стоят стеллажи с заваленными пачками налички. А на столе – гора резинок для денег. По слухам, только на эти резинки у картеля уходило две с половиной тысячи долларов в месяц. Миллиарды Пабло Эскобара – это грязные деньги. Сколько убийств произошло в этих кварталах Медельина, наверное, не скажет никто. Тысячи расстрелов. Сотни поджогов заживо. И знаменитые изощренные казни, которые назывались «Колумбийский галстук» – это когда через перерезанное горло доставали язык. Во времена Эскобара полиция сюда не совалась и законы здесь не работали. Здесь можно было убить человека и легко затеряться в лабиринте запутанных улиц. И уже никто никого никогда не найдет. Во времена правления Эскобара было убито больше 50 тысяч человек. Это и журналисты, и полицейские, и политики, и просто невинные люди. В голове они укладываются. Чужака могли застрелить здесь только потому, что он сюда забрел. А трупы могли лежать на улицах днями и неделями, потому что скорые и полиции сюда просто не заезжали. Но главная жертва Пабло Эскобара – это миллионы человек по всему миру, которые погибли от наркотиков. Прямо сейчас я отправляюсь в эксклюзивный Эскобар-тур по самым знаковым местам жизни наркобарона. Тур включает в себя. Место, где застрелили Эскобара. Кладбище, где он сегодня похоронен. И вы не поверите, интервью с родным братом Пабло Эскобара. Последние два месяца жизни Пабло Эскобар ездил на такси, чтобы его не поймали, и парковал его здесь. Величайший наркоторговец всех времен, которого никто не мог поймать, допустил неожиданную ошибку. В доме, где он скрывался, он подошел вот к этому окну. Его заметили полицейские, которые прочесывали эту улицу. Полиция увидела Пабло вот в этом окне на втором этаже, при этом Пабло их не видел. И таким образом они убедились, что он дома и схватили его. Пабло вылез из окна и перелез через балкон на крышу соседнего гаража. И здесь он нашел свою смерть. А потом агенты полиции сделали надрезы на лице Пабло, как усики у Гитлера. Сняли его одежду и продали джинсы и футболку за 400 долларов. До пандемии здесь была просто школа испанского языка. Сейчас это просто закрыто здание и оно даже продается. Сейчас посмотрим, как похоронен один из самых богатых людей двадцатого века. Пабло лежит прямо вот здесь. Могила Пабло Эскобара выглядит чистой, ухоженной. Никто ее не разбивает и не оплевывает. Обычно могила Пабло завалена цветами. А Федерико собственно и есть тот человек, который убирает могилу Пабло Эскобара. Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. Убийца, террорист и душегуб. Сегодня его могилу убирает каждый день уборщик Федерико. В день похорон Пабло Эскобара на кладбище пришли пять тысяч человек. Два часа они кричали «Пабло! Пабло!». В Медельине к Пабло Эскобару странные отношения. Все знают, каким кровожадным бандитом он был. Но люди, как это часто бывает, почему-то любят жестоких личностей. Здесь насыпано очень много белых камушков и все это сделано потому, что люди, которые приезжают на паломничество, можно сказать, к могиле Пабло, отдирали вот эти вот кирпичики, эту плитку и забирали ее с собой. Поэтому она все время разрушалась. Для того, чтобы избежать этого, насыпали таких камней, которые можно фактически забрать себе на сувенир. Но я не буду этого делать, как-то мне не по себе. Слушайте, только потом, когда мы уехали с кладбища, я поняла, что стояла над телом самого Пабло Эскобара. Между нами было меньше двух метров. Бюджетному туристу тоже доступны эскобаровские места. Добро пожаловать! Один из самых опасных районов мира Комуна 13. Сразу видно, что Комуна 13 – это бедный неблагополучный район. Решетки на дверях, решетки на окнах, решетки даже на магазинах. Из каждого дома на тебя лают сторожевые собаки. До сих пор по Комуне 13 не советуют гулять в одиночку. Но сейчас у всех желающих есть возможность нанять себе гида, который безопасно проведет вас его улицами. Привет, мой Фрейд, приятно познакомиться! Привет, я тебя зовут Себастьян. Никита. Ну, не так хорошо, как мне хотелось бы, но тоже неплохо. Да, конечно, с удовольствием. Греть! Го? Го? Го! Так, я, наверное, пока все равно денежку давать еще не буду спешить. Лучше мы проведем экскурсию, а то мало ли еще куда-то убежит, а я потом останусь сам. Что делать? Раньше это было самое опасное место в городе. Здесь жили наркобандиты. Можно было спокойно увидеть труп прямо вот здесь, на этой улице. Те, кто давно живут в Комуне, говорят, что Эскобар построил здесь несколько домов и раздавал квартиры членам своей банды бесплатно. И в придачу бесплатно раздавал автоматы. Сейчас ты даже и не поймешь, что Комуна 13 было местом кровавых разборок. Видишь эти следы от пуль? Местные художники зарисовали их граффити. Знакомься, это Алекс Чета 13. Большую часть пуль зарисовал именно он. Если хочешь, он и для тебя что-нибудь нарисует. О, это хорошая идея, ты можешь это сделать? Огромное спасибо Алексу, Орел и Решка против наркотиков и за яркую жизнь. Комуна 13 теперь продвинутый район. Смотри, у нас есть эскалаторы. В каких трущобах ты такое видел? Их построили за 7 миллионов долларов и все это для удобства местных жителей. Пойдем, я тебе покажу, какие у нас тут площадки для танцев. Видите, мы видим совершенно новое поколение молодых ребят, которым не нужны никакие наркотики. А теперь самая волнительная часть моего эскобаровского тура – это личная встреча с родным братом Пабло Эскобара. В Орле и Решке, наверное, за все 10 лет не было личностей такого масштаба. Это дом один из десятков Медельини, который в 80-90-е годы принадлежал самому известному наркоторговцу – Пабло Эскобара. И здесь до сих пор живет его брат Роберто. Пойду познакомлюсь. Роберто Эскобар. 73 года. Старший брат главного преступника планеты тех времен. В меделинском картеле Роберто отзывался на кличку «Эль Осито» – «медвежонок». За его голову давали вознаграждение в 10 миллионов долларов. Но Роберто так и не поймали. Он сам сдался полиции и отсидел в тюрьме 14 лет. Враги Пабло Эскобара говорят, что Роберто был информатором полиции. И что это именно он сдал местонахождение брата в тот день, когда его убили. После смерти Пабло ему в тюрьму прислали письмо с бомбой, которая взорвалась прямо перед его лицом. Роберто не погиб, но ослеп на правый глаз и оглох на правое ухо. Надо сказать, что старший брат Пабло Эскобара согласился дать эксклюзивное интервью для «Орла и решки» за три тысячи долларов. Разговаривать с ним я буду на расстоянии двух метров. Подойти ближе его молодая жена не разрешила. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались раньше? Какая у вас была работа? Я считал деньги, которые поступали к нам со всего мира. А какую самую большую сумму денег вы видели? Я видел набитый деньгами багажник Мерседеса, как сзади тебя. В него влезает 10 миллионов долларов. Наркобарон не признавал банки и кредитки. Плату за товар брал только наличными, которые ему передавали на самолетах, привозили в багажниках машин. Или, как показывали в сериале «Наркот», приносили прямо в руках пакованы, обмотанные стрейчевой пленкой. Свои миллиарды Эскобары хранили вот в таких сейфах с человеческий рост. Внутри есть ящички для драгоценных камней. Роберто сказал, что конкретно в таком сейфе помещается 60 миллионов долларов. А какая была самая опасная ситуация в вашей жизни? В тюрьме, когда перед моим лицом взорвалась бомба и я практически полностью ослеп и оглох. И во время полицейской облавы, когда разыскивали Пабло, агенты убивали всех подряд без спроса кто есть кто. Мне тогда повезло, но Шурина Пабло застрелили. А какое это чувство быть за шаг до смерти? Ну, ты либо умрешь, либо выживешь. Это нормально. Для нас это было нормально. Потому что нам было не страшно умереть за наши дела, за Пабло. А что для Пабло было важнее? Власть или деньги? Ни одно, ни другое. Для Пабло самым важным была семья. Я хочу, чтобы о Пабло говорили только правду. О нем рассказывают всякую чушь. Что он нацепил на лошадь рог, чтобы сделать единорога для своей дочери. Что он сжигал миллионы долларов, чтобы согреть своих детей. Это все неправда. Пабло заботился о нищих в Медельине. Он бы никогда не сжег деньги, потому что он знал, что в этих деньгах нуждается его народ. Пабло видел, как люди живут на мусорных свалках, как они едят мусор. Он построил целый район для этих бедняков за 60 миллионов долларов. Он строил футбольные поля, церкви, медицинские центры и новые дома, квартиры в которых раздавал бесплатно. Сейчас в этих домах живет 25 тысяч людей и они боготворят моего брата, потому что он единственный, кто им помог. А вы помните день, когда Пабло убили? В тот день я был в тюрьме. Когда я узнал, что он умер, я понял, что это конец. Пабло не убили, как все думают. Он сам выстрелил себе в голову. Я хочу, чтобы все об этом знали. Себастьян, слушай, а что сами местные думают о Пабло Эскобаре? Ну, для одних он герой, а для других – убийца. Люди, которым он давал деньги, называют его колумбийским Робин Гудом. Но люди, чьи близкие из-за него погибли, называют Пабло террористом и дьяволом. Все зависит на чьей ты стороне. Пока в Медельине правил знаменитый наркобарон, сюда боялись ехать туристы. Но как только Пабло Эскобара убили… Медельин решил начать жизнь с чистого листа. Каким же туристы увидят Медельин сейчас? Каким же? Это, наверное, самая раскрученная достопримечательность Медельина – Парк Света. Света пока не видно, но вечером… Зажигаются 300 светодиодных фонарей, которые по задумке автора символизируют лучи света в темной истории Медельина. Ну как-то так это выглядит. А вот самая любимая достопримечательность туристов Медельини – Пласса де Ботеро. А эта почитательница моего творчества потеряла голову на моем концерте. Кажется, что это площадь статуй, которая изображает людей после карантина. Но нет. Убитанные сеньоры и сеньориты – это творение самого известного колумбийского скульптора и художника Фернандо Ботеро. Скульптуры Ботеро выставлены по всему миру. Местные гордятся, когда говорят, что Колумбия – родина Ботеро, а не родина Эскобара. Да, видно, что Фернандо Ботеро любил перекусить, ну или во всяком случае людей, которые любили плотно покушать. Посмотрите, какие пышные формы. Вы не подумайте, Ботеро не высмеивает людей с лишним весом, он просто изображает колумбийские стандарты красоты. И тощие здесь, не в моде. Колумбия – это ад для фитоняшек, где на худеньких и щупленьких ни один мужчина не клюнет. Здесь любят пышные формы. Но если природа тебя ими не наградила – не проблема. Местные говорят, что если вы видите красивую колумбийку, то она точно клиент хорошего пластического хирурга. Увеличить грудь в Меделине можно за полторы тысячи долларов. А вот такая красота стоит две тысячи долларов. Это в десять раз дешевле, чем, например, в США. Если нет денег – можно пойти на обман. Накладные попы за 4 доллара продаются на всех раскладках белья. Вот смотрите, это называется пуш-ап – белье, где есть специальные подкладки, которые могут увеличить ваши формы. На любые случаи жизни. Хотите вперед, хотите назад. Вот так вот девочки обманывают мальчиков. Вы спросите меня, как это быть ведущей «Орла и решки»? А я отвечу – комфортно. Ведь когда у тебя в руках премиальная карта Мастеркард, тебе комфортно в любой ситуации и в любой стране. Медельин находится среди потрясающе красивой природы. Именно поэтому богачи обычно селятся за городом. Потому что это, во-первых, безопасней, во-вторых, чище воздух и, в-третьих, подальше от чужих глаз. Поэтому я поступлю точно так же и я выбрала виллу за городом. Полетели! С белой завистью всегда смотрела на ведущих «Орла и решки», когда они летали на личных вертолетах. И вот моя мечта сбылась! Надеюсь, это надежно. Теперь нервничай. Оооо, мама, К Nat. Это мы повернули. Оооо, аааа. Вот это мне нравится больше, чем в виде градусов. Меделинские богачи живут в городских пентхаусах, а отдыхать любят в горах, на уединенных хасиендах. Хасиенда – это изначально такая фермерская усадьба. Но сейчас многие хасиенды переделывают под модные бутик-отели вроде вот этого – «Финка Эль Диаманте». Сейчас будет красиво, обещаю. Раз-два-три. Сами видите, номер ни разу не помпезный. Ну а что вы ожидали на бывшей ферме? Стоит ночлег всего сто семьдесят долларов в сутки. Видимо, местным богачам такое нравится. Так, а вот эта история, я что-то не понимаю. Это, получается, окно в холл. То есть хочешь, на тебя смотрят, спящую красавицу. Не нравится такой расклад. Пожалуйста, закрываешь. Так, а здесь, видимо, будем купаться. Ага. А в ванной нет. Видимо, есть только душ. Чтобы попасть в душ, мне нужно закрыть дверь. Открываются врата в рай. В душ. Я вообще против ванных в отелях. Я даже, когда они есть в наличии, я никогда ими не пользуюсь. Потому что вот представив, что в этой ванне до меня кто-то лежал, даже если ее помыли, мне как-то это доставляет дискомфорт. Поэтому душ – это то, что надо. О, тут еще и бассейн есть. Прекрасно. Тепленькая, но, честно говоря, вблизи водичка не такая приятная, как издалека. Она какая-то очень мутная. И тут даже плавают какие-то бабочки. Она почти живая. Сейчас. Лети, лети. Подожди, подожди, я спасу тебя. Она намочилась. Как же ее высушить-то? Лети, нет, нет, не умирай. Прошу тебя. Лучше я пойду позагораю. Меделин уже давно не считается одним из самых опасных городов в мире, но все-таки я решил перестраховаться и найти себе пристанище до наступления полной темноты. Пристанище для бюджетных туристов со времен Эскобара понастроили хоть отбавляй. Есть хостелы за 5 баксов, но отзывы о них ужасные. Поэтому я не стал экономить и выбрал хостел Селина, который нахваливают в отзывах. Мне так спокойнее. Вау. Посмотрите, какой классный, яркий и красочный хостел. Очень много граффити. Я думаю, что здесь в основном живут студенты, ну или какие-то очень творческие люди, потому что атмосфера тут очень крутая. Есть бар, кафешки, дизайнерские бутики, здесь очень много шоу-румов и даже есть небольшая швейная фабрика. Что? Тату-салон? Здесь есть твой личный барби-шоп. Захотел, спустился, постригся и сделал все, что тебе нужно. Классно? Ну а что? У меня еще осталось 80 долларов. Потратить 30 на нормальное жилье – не преступление. Ну я вам скажу, как для хостела. Это вообще супер вариант. Гораздо лучше, чем очень многие наши гостиницы. Посмотрите, как здесь круто. Я думал, что хостел – это место, где придется драться за койку с тараканами. А тут просторный стильный номер и есть все, что надо для комфорта. Шкаф есть, плечики тоже есть, сейфа нет. Но это неудивительно, откуда у бедного студента будут деньги, правильно? Мы же в хостеле все-таки как-никак. А знаете, чего здесь тоже нет? Телевизора. Потому что молодым, амбициозным людям он не нужен. У них есть ноутбук, у них есть интернет. И, в принципе, здесь есть все для того, чтобы чувствовать себя уютно. В общем, если бы мне все время давали на мои концерты такие номера, я был бы счастлив. Мимо нас, мимо нас, пяное солнце. Оно уйдет и больше не вернется. Ну что же ты молчишь, не поднимая глаз? Мимо нас. В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Пара секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Одного дня в Медельине туристу хватит с головой, чтобы посмотреть все самое интересное. Сегодня собираюсь выехать из Медельина. Тут рядом есть отличное место, которое потянет на отдельный выпуск чудес света. Скала Эль Пиньон – главное природное чудо Колумбии. Находится чудо света в местечке Гуатапе. Туда возят автобусы за 4,5 доллара. Спасибо большое. Я решила обогнать Никиту и первой показать вам колумбийское чудо света с самого дорогого ракурса. Колумбийское чудо света живет в потрясающе красивом месте. По озеру разбросаны сотни островков, на которых, наверное, обитают сказочные хоббиты. Я бы хотела на пенсии поселиться вот в каком-то таком райском уголке. Скала здесь как что-то инопланетянское, потому что ландшафт абсолютно другой. Такое ощущение, что какой-то великан шел и просто обронил здесь свой тарик. Но у местных индийцев другая версия. Они говорят, что никакая это не скала, а гигантская окаменевшая рыба, которая держит небо, чтобы оно не упало. Единственное, что портит окаменевшую рыбу – огромные буквы на ней. Эти буквы были написаны скалолазами, которые первые забрались на эту скалу. Я считаю, что это просто, к сожалению, скалолазы хотели увековечить название своего поселка – Гуатапе. Но, видимо, краски хватило только на полторы буквы. Издалека кажется, что скала Альпиньон будто зашнурована. Но это не шнурки, а бесконечная лестница на вершину. Ну что, я поздравляю всю Реш-группу, друзья. Желаю вам классного подъема, успехов вам. А я на эту красоту посмотрю все-таки отсюда, потому что сами все видите. Это же Орел и Решка, тут же долг ведущего обязывает и все такое. Да ладно, за этот марафон еще и платить надо? Вы серьезно? Не-не-не, друзья, я туда не пойду, даже не простите, я не пойду. Идем-идем-идем. Классно-классно поработали. Мучас грасиас. Идем. Только ради тебя, Дима. Так, подождите, привал сначала, все, пока стоп. Я тебе фоток наделаю, идем. Ладно, пойдем-пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух. Орел и Решка, работа мечты. Ага. Я не знаю, это, наверное, моя команда любезно подсказала им, что у меня страшная фобия высоты. В общем, вид супер. Душевное состояние оставляет желать лучшего. Ну пойдем-пойдем, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не-не-не. Не-не-не. Может, мы его подберем, а? Или не будет? Не надо. Когда у меня в доме выключался лифт, я поднимался на 14-й этаж, домой. Вот примерно то же самое по эмоциям. Кстати говоря, недалеко от того самого дома по соседству жила Юлия Санина. Выяснилось, что мы выросли рядом друг с другом. Мы даже ходили в одну эстрадно-джазовую музыкальную школу. Только Юля ее закончила с отличием, а я ушел после второго класса. Ну теперь, собственно говоря, понятно, почему Юля на вертолете летает, а я пешочком. Фух, я дополз. 649 адских ступенек. И вот она, вершина. Ту-ту-ту-ту, красотища какая. Ради такого вида стоит карабкаться на эту гору. Тем более я одним махом убил сразу двух зайцев, сжег 200 калорий и сэкономил 1500 долларов. И увидел практически все то же самое, что и Юля. То же озеро, те же островки и те же домики хоббитов. Кстати, очень богатых хоббитов. Такой домик с видом на скалу Альпиньон стоит несколько миллионов долларов. Честное слово, был бы побогаче, купил бы дом. Рассказываю, что делать тем, у кого нет денег на вертолеты. Спустившись с горы Альпиньон, нужно обязательно заглянуть в деревушку Гуатапе. А пойдем в город посмотрим. Пойдем. Искать развлечения в Гуатапе нет смысла. Здесь просто приятно прогуляться. Такое ощущение, что кто-то с вертолета вылил на город миллион банок с разноцветной краской. Есть у меня одна подозреваемая. Ну конечно, это не Юлиных рук дело. Деревню разукрасили сами жители. Однажды какой-то гуатапинец на Рождество прицепил фигурку ягненка на фасад своего дома. Соседи посмотрели и, как повторюхи мухи, тоже стали украшать свои дома фигурками, которые чаще всего изображали профессию хозяина. Удобно. Подошел к дому и сразу знаешь, кто здесь живет. Если нарисован самолет, значит живет пилот. Изображение стрелы – это военный. Тут, я думаю, вы сами догадались. В общем, очень яркий, красочный город. Идеальное место для пешей прогулки. Пока у меня не забрали безлимитную карту, потрачу деньги на еще одно адреналиновое развлечение. Это экстремальный спуск по водопаду Чорро-дель-Хато. Сейчас я влезу. Или нет. Влезу. Плотненько. Или я тут поправилась. Ну что ж, мы начинаем наш спуск к водопаду мимо потрясающей рощи марихуаны. Парихуаны. Парихуаны. Мне предстоит спуститься вот туда. Господи. Я думала, что это попроще будет. В моей жизни однажды случался водопад, когда мы с мужем были в Америке. Полностью мокрые. Но мы не то что лезть, мы даже близко боялись к нему подойти. Боже, пожалуйста, спасите меня. Звучит музыка Как же это страшно сделать первый шаг! Боже, ты не видишь, куда идешь, что под тобой. и до ужаса боишься сорваться. Не придете сейчас прямо в водопад вступить. Что это было? Я не знаю, что это было, но можно было не прикудриваться. Я сделала это, потому что это казалось невозможно. Дорогие кладоискатели «Орла и решки», прячут для вас 100 долларов в Колумбии. Помимо традиционного сокровища, поскольку программа особенная, юбилейная, я спрячу для вас в бутылку два билета на наш сольный концерт в Олимпийском. 29 мая я буду очень ждать кого-то из вас. Чтобы найти клад в Колумбии, поезжайте из городка Эль Пиньол по шоссе Маринилья Эль Пиньол до кафе Альто де Чочо. Поверните налево и проедьте 76 метров к Белой церкви. Бутылку я спрятала за церковью в кустах. Удачи! Медельин вызывает противоречивые чувства. Кажется, что он стоит на распутье. С одной стороны, хочет забыть о своем темном прошлом. А с другой стороны, заработать побольше на нем денег. Потому что туристам в Медельине интереснее всего ходить по следам эскобара. Такая она странная человеческая сущность. Что самые жестокие страницы в истории почему-то больше всего притягивают. Пабло лежит прямо вот здесь. Ну для одних он герой, а для других – убийца. Это и есть его тачка. Красотища какая! Развалюха та еще! А эта почитательница моего творчества потеряла голову на моем концерте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юля, привет! Рад тебя видеть! Никита! Боже, ты живой! Спасибо, что живой. Все хорошо. Спасибо. Как твое впечатление? Супер, мне очень понравилось. На самом деле я официально заявляю, что Колумбия и Меделин – это не так страшно, как говорят. Мне очень понравилось. Да ладно! Очень круто. Вообще мне очень понравилось быть ведущей «Орла и решки». Я бы вот может быть даже и продолжила бы, поехала бы дальше с ребятами. Друзья, несите контракт. Да. Такое когда-то нужно повторить. Обязательно. Согласна. Не скоро, конечно. Не завтра. Ни в коем случае не скоро. Но повторим. Обязательно. Друзья, огромное спасибо, это было здорово. Пока-пока. Нормально? Ну давай. Можем? Да. В нескольких километрах от горы Альпань… Давай еще раз. Она не открывается. Эта штука не открывается. Ой, я так увеличу. Заново. Класс, посмотрите, какой яркий красочный ху** хостел. С** с**. Посмотрите какой кла… А еще они все убегают. Не хотят в кадрик? Не хотят. Ну, будь ведущими «Орла и решки». Это же круто, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok